Всем привет, уважаемые зрители, с вами канал Аккумуляторщик, сегодня хочу затронуть такую тему, как почему продают нам старые аккумуляторы по каким-то причинам, да, то есть приходишь в магазин, то есть и там стоит батарея там полуторалетняя, двухлетней давности, я вот сам заходил в 2016 году в один из обычных автомагазинов, там собственно я увидел батареи 13-х годов, там 12-х годов, это были корейские атласы, вот, и собственно ничему не удивился, потому что собственно знаю, как принцип этот работает, ну и сейчас попробую рассказать вам. Вот получается, смотрите, есть заводы по производству аккумуляторных батарей, их естественно очень много, далее у нас идет оптовая компания, которая занимается собственно скупкой с заводов и уже мелким опытом раскидывает по магазинам, либо по сети магазинов, да, но в нашем случае я предлагаю все-таки рассмотреть именно сеть магазинов, потому что ротация так будет более понятней, в принципе обычные автомагазины, они тоже как бы могут содержать в себе некую сеть относительно одной оптовой компании, вот, ну собственно оптовая компания, она закупает у заводов естественно большими партиями, в этом и есть суть оптовой компании, то есть за раз может там приходить порядка там и 600 аккумуляторов, и 1000 аккумуляторов каких-то одноименных, там либо разных и так далее, то есть в этом и есть суть оптовой фирмы, потому что если бы она закупала мелкими партиями, то это был мелкий опыт и в принципе, то есть завод тогда было бы немножко проще раскидывать, может быть сразу по магазинам как-то развозить и так далее, вот, и собственно оптовка на этом как раз и делает деньги. И вот когда им заводы поставили количество АКБ, естественно это большие партии и вот здесь уже начинается проблема, то есть это проблема оптовой компании и она начинает раскидывать там по магазинам, их менеджеры продаж оптовой фирмы раскидывают по автомагазинам, либо по сети какой-то магазинов, вот, раскидывают быстро вот эти вот количественные показатели. Но бывает такое, что, например, в этом году аккумуляторы там какой-нибудь фирмы, например, Alphaline были в тренде, да, и их там раскупали, и фирма решила оптовка заказать их сразу там 2000 штук, да, чтобы в этом году там, в этой зимой раскинуть их, но по какой-то причине, то есть Alphaline если они не зарекомендовали, например, да, и собственно компания их не может всех скинуть и начинается вот эта раскидовка, то есть все батареи этой одной партии, они там производства, например, январь 17-го, они лежат на складе, их, естественно, надо скидывать, вот, они продаются довольно-таки вяло, но назад не вернешь на завод, потому что они скажут, ну, ребят, вы купили, как бы нам тоже это не надо, и, собственно, и продается, это может продаваться два года, может продаваться еще больше, то есть и, собственно, оптовка сама, она не хочет терять, как бы, деньги, да, и она, то есть, продает по именно оптовой цене для магазинов, магазины, в свою очередь, опять же, не хотят терять свою выгоду, и они продают, естественно, по нормальной цене, никто дешевле не хочет делать, потому что это, естественно, потери в деньгах, хотя тут, собственно, уже стоит задуматься, кто потеряет от этого, если батареи помрут, так скажем, да, либо в магазине, либо в оптовке, здесь уже, то есть, надо подумать. Далее, то есть, еще возможен какой вариант, оптовка, например, раскидала по магазинам, да, и в каком-то магазине, то есть, если рассмотреть, например, сеть магазинов одноименную, там какой-нибудь продавец, он, например, не следит за ротацией, и товар у себя в магазине продает, например, постоянно свежий аккумулятор, а старый у него стоят там на витрине или где-нибудь на складе, вот, и, собственно, у него аккумулятор стоит год-два и начинает уже, так скажем, терять свои характеристики, он, естественно, что делает? Он либо может его продать, либо может там договориться и отправить его обратно на оптовку, и оптовка может кинуть в любой магазин, либо может внутри своей сети кинуть в какой-нибудь магазин, где проходимость выше, где оборот выше, соответственно, там этот аккумулятор купят быстрее, да, также, возможно, когда в какой-то магазин заказывают какие-то редкие там, либо редкие размеры, либо редкие габариты, либо какой-то там, ну, сам по себе батарея такая не сильно популярная, и она тоже стоит-стоит, и здесь виноват, собственно, продавец вот определенного магазина, что он вовремя, например, ну, постоял он у него там полугода, да, видит, что оно не продается, ну, а отправь ты в магазин, как бы более популярный, где расхватывают разного рода батареи. Нет, они держат до последнего, когда она уже там, ну, состарилась, там бывали моменты, что батареи там стояли и по 4 года, то есть, естественно, как такового, то есть, номинального срока годности нету, нету, то есть, существует такой условный, так скажем, порог, это 18 месяцев батарея, то есть, далее она уже теряет якобы свои стартерные емкостные характеристики, и дальше уже, то есть, ее как бы рекомендовано уценить и продать все-таки без обмана, заявить, да, что она действительно старая, и продать ее дешевле, потому что аккумулятор такой, как бы, механизм сам по себе, то есть, там протекают некие химические реакции, естественно, они со временем подбивают сам аккумулятор, то есть, агрессивная среда кислота, она, возможно, что растворяет эту активную массу, ну, и, в принципе, и бытует аналогично противоположное мнение, что, в принципе, пока батарея не работает, если ее периодически подзаряжать, то, естественно, она будет работоспособной. Но, опять же, то есть, лучше, естественно, купить что-то посвежее, чем брать что-то старое, в любом случае она теряет, возможно, не критично, но тем не менее. И вот, поэтому я всегда заостряю внимание, берите только свежие аккумуляторы, да, которым желательно не больше года. Ну, чем свежее, тем лучше. Но бывало такое, что приходят аккумуляторы из будущего. Сейчас у нас февраль, например, завтра приходят в феврале у нас аккумуляторы, маркированные мартом уже, вот. Поэтому, то есть, такое встречается, да, и здесь уже, в принципе, остается надеяться на честность продавцов, что они вам скажут, да, это действительно батарея, там, 13-го года, там, 15-го, там, 14-го года, или какого-то, вот. И здесь нужно обратить на это внимание вам самим. То есть, для этого я специально сделал плейлист у себя на канале, который называется, как расшифровать даты производства. У всех они по-разному, у Кореи по-разному, Турция, Россия, в России все просто, слава богу, вот. Вот. И вас могут обмануть, просто тыкнуть в любую цифру в коде и сказать, вот, да, он 17-го года, на самом деле он там будет 13-го. Зачем вам такой геморрой, да, старый аккумулятор? Это разочарование в продавце, это разочарование в батарее. И это, собственно, по сути, надо будет брать новую батарею. Вот. Поэтому будьте внимательны, всегда смотрите. Почему так бывает, я вам рассказал. Но на этом все. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.